Возвращение в рабочий режим. Депутаты областной думы провели первое заседание после парламентских каникул. На повестке дня около 30 вопросов, среди них довольно резонансные. До конца октября думцы должны принять проект бюджета на 2018 год. Но на первом после парламентских каникул заседании о верстке главного для области документа речи не пойдет. Зато в первой половине повестки есть вопрос о развитии казачества в Мурманской области, который проходит уже второе чтение. Именно поэтому на задних рядах в зале можно заметить фуражки обеспокоенных представителей этой этносоциальной культуры. Впрочем, единого мнения среди народных избранников по вопросу нет до сих пор, и на это есть веские причины. В связи с открывшимися обстоятельствами обращения граждан в органы правопорядка по поводу официального сайта казаков Мурманской и Мурманской области, в которых органы правопорядка рассматривают наличие правонарушений, причем по достаточно серьезным статьям, этот вопрос будет дискутироваться. Менее нашумевшим, но куда более важным для жителей региона можно считать предложения некоторых депутатов областной думы о повышении выплат врачам-интернам, которые при этом будут обязаны отработать в регионе несколько лет. По словам специалистов, такая мера позволит обеспечить дефицитными кадрами систему здравоохранения. Также законотворцы ратуют за повышение минимальных пенсий до уровня прожиточного минимума. Но чем в итоге обернутся такие предложения, пока сказать сложно, ведь оба пункта повестки будут нести нагрузку на областную казну. Мы понимаем, что все вопросы крайне важны для нашей Мурманской области, то ли это хозяйственное, то ли социально-экономическое развитие, но они крайне необходимы для того, чтобы мы решали свои главные задачи, чтобы регион наш развивался и было социальное благополучие всех наших граждан Мурманской области. А вот резонансные поправки в закон о содержании животных, связанные с подкармливанием бездомных кошек и собак на территории предприятий, с повестки заседания парламента сняли и отправили документ на доработку. Этот вопрос, хоть и прошел сито общественных слушаний, по-прежнему требует всестороннего изучения. У инициативы достаточно как сторонников, так и противников.